Всем привет! Небольшой обзор встроенного шкафа. У шкафа две особенности. Первая, то что он встроен у нас в натяжной потолок таким способом, что потолок крепится к самому шкафу. То есть здесь ее доборная такая планка, которая жестко закреплена к бетонному потолку. И к этой планке уже крепится натяжной потолок. Таким образом, шкаф у нас встроен полностью без зазоров. И потолок имеет теневой зазор, одинаковый и к шкафу, и к стенам. Вторая особенность в том, что шкаф выполнен без цоколя. Вот здесь это можно видеть, кстати, тоже. Что максимально экономит место. У нас нету цоколя какого-то, и нет потери места по высоте. Все место используется максимально эффективно. Шкаф у нас встроен вплотную между стен за счет доборов. Вот здесь у нас также встраивание вплотную. И еще одной особенностью является полное оснащение всех секций подсветкой, которая включается благодаря датчику преграды. Подсветка для полок. Здесь у нас выдвижные ящики. Ограничитель двери стоит. В этой секции у нас штанги. Пока еще лежат остатки строительных материалов. Здесь у нас вот такой вот профиль подсветки. Свечение идет назад и не бьет в глаза. Спереди выдвижная брючница. Не брючница, а выдвижной держатель ремней. Прошу прощения. Вот здесь у нас большая штанга. Также два ящика. И в следующей секции у нас также две штанги. Такая же подсветка сверху. И что интересно, вот эту штангу мы сделали съемной. Например, его легко снять и поставить в нижний ряд. Например, для ребенка. Когда ребенок подрастает, мы просто ее... Либо нужна какая-то более высокая одежда. Мы просто в ней приставляем вот сюда, либо сюда. Вот такой вот универсальный вариант. Шкаф выполнен из эгера. Примерно в цвет стен. И вот так вот он хорошо смотрится. Ручки профильные. Бельгийские вот такие вот. Лучше всего их видно будет здесь. Брашированный черный. Из спальни попадаем сразу в кухню. Про которую мы уже рассказывали в предыдущем обзоре. И дальше шкаф у нас прихожий. Про него также расскажем в следующем обзоре. Так вот. Продолжение следует...